Итак, всем привет! Сегодня мы разберемся, есть ли у LUNA Classic вообще шансы реабилитироваться, какая максимальная цена LUNA Classic может быть и кто этому может поспособствовать. Всем привет! Сегодня мы разберем LUNA Classic, в целом LUNA. Также сделаем на нее упор обзор, потому как в принципе сейчас команда Terra, конечно же, продолжает развивать проект. И они прямо говорят, что если у вас есть какие-то NFT коллекции, которые были на Terra Classic, то в принципе вы можете мигрировать на Terra 2.0. То есть, конечно же, речь идет о Terra 2.0, о вот этом форке, хардфорке, который, естественно, сейчас имеет стоимость 2 доллара и 13 центов. Ну и также затронем USDC, потому что многие тоже просят разобрать, что будет дальше с данным бывшим алгоритмическим стейблкоином. Если в целом мы говорим про рынок криптовалют, то сейчас мы видим, что биткоин пытается удержаться выше психологической отметки 20 тысяч долларов. В принципе, также сейчас биткоин рисует то, что он в состоянии отбиться и идти выше. И тем не менее, в принципе, также закрадывается мысль о том, что 26 тысяч долларов за биткоин мы вполне можем увидеть. Также стоит отметить, что по пампам сейчас пампят мелкий кэп. То есть, это монетки с капитализацией довольно-таки небольшой. То есть, как вы видите, что из топ-100 толком ничего не пампится. Пампится именно и монеты довольно-таки интересно идут и начинают идти только когда у них капитализация до 100 миллионов долларов. Но, скажем так, это определенно щиткоины, это определенно монеты, которые потеряли 95-99% своей капитализации. То есть, сейчас мы видим, что если мы отходим от топ-100, то здесь мы видим, что монеты, конечно же, пампятся. Тут в основном 20-30%. Ну, например, вот монеты, которые за последний, в принципе, момент пампились и были довольно-таки востребованы. Например, вот эти монеты. То есть, это Амбайль. У него был недавно халвинг. И, в принципе, пришлось как-то вручную проторговать его и забрать прибыль, которая здесь, в принципе, показана. На самом деле, данную монету я не давал в веб-группе, потому что щиткоинами мы не торгуем. Но, тем не менее, в принципе, вот монеты, которые за топ-100, у которых есть интересные события, они довольно-таки интересны. Возможно, здесь будет где-то скриншот, где, в принципе, было подтверждение покупки монет. Если мы говорим про, действительно, то, что у нас по Луне, что же Луна Классику необходимо сделать и вообще какая у него, в принципе, довольно-таки сейчас ситуация, то определенно по графику, что мы видим, то, что Луна Классик вышла из треугольника и сейчас, естественно, мы увидели выход из треугольника вниз. Здесь некоторые трейдеры неправильно рисовали данный треугольник и там топили залонг, в частности, я там иногда пересматривал трейдинг-ю. И, тем не менее, в принципе, для них это была огромная ошибка и, скорее, дальше будут огромные потери. Почему? Потому что здесь у нас уже отбилась Луна от 50-го мувинга и, в принципе, у нас есть даже поддержка на уровне 8200, да. То есть, сюда вполне себе Луна Классик придет и стоит отметить, что она сама по себе дала 400% прибыли. То есть, по сути, она не как USTC, конечно же, взлетела, но дала 400% прибыли. Если мы говорим про USTC, то тут тоже самое, ситуация не лонговая. Здесь у нас есть зона поддержки 40, вернее, 4 цента и дальше 2 цента. Соответственно, на это обратите внимание, если вы собираетесь там заходить, как-то спекулировать и так далее, либо вы вообще в монете, да. По Луна Классик, какие вообще есть шансы того, что мы действительно увидим с вами рост и какие для этого есть сетапы. Смотрите, по сути, Луна Классик может стоить цент и вполне, в принципе, это достижимая цель. Но есть, некоторые но, есть много токенов у Луна Классик и 2 триллиона токенов из этих, они находятся у Бинанса, да. То есть, конечно же, здесь сообщество тоже может помочь сжигать данные токены и если оно активно начнет сжигать данные токены, то, в принципе, шансы есть. И, конечно же, так как Бинанс владеет почти 2 триллионами токенов Луна Классик, в принципе, это составляет треть предложения, то, соответственно, будет ли она сжигать Луна Классик, большой, конечно же, вопрос. Но если биржа уничтожит все свои активы Луна Классик, то цена, конечно же, на самом деле, ну, уже будет проще, да. То есть, на самом деле, треть токена будет уничтожена, плюс сообщество приложит свою руку и, возможно, половина токенов будет уничтожена. В таком случае, конечно же, мы можем говорить о том, что, ну, цент для Луна Классик, возможно, не будет, но где-то полцента токен вполне может стоить. А это довольно-таки неплохие иксы, поэтому это вот условие, как Луна Классик действительно может взлететь, да. Если мы, в принципе, сейчас говорим о том, что может на самом деле сейчас быть, да, и вообще, какие есть преграды, припоны и так далее, то стоит отметить следующее. То, что, конечно же, то есть, сообщество, оно сожжет токены, да, и определенно, сообщество здесь, несмотря на то, что проект умер, оно сплоченное. Но, что касается объемов сети, сеть для Луна Классик, она почти мертва, поскольку нет продуктов для продвижения цепочки, то есть блокчейна. Спрос на токены Луна Классик появляется только тогда, когда цену пампят. И проекты, которые ранее были основаны на Классике, теперь перенесены на новую Тера 2.0. То есть, этому есть доказательства непосредственно те, которые у нас написаны в Твиттере. Например, здесь уже, в принципе, проекты говорят, что если у вас что-то на Классике есть, вы можете эмигрировать на Тера 2.0. И не то, что можете, а лучше эмигрируйте, лучше это сделайте. Также, в принципе, здесь всячески, конечно же, идет речь о том, что новые проекты, они запускаются исключительно на Луне, на новое 2.0. И, соответственно, тот же Гитблок, он заявил, что они готовы поделиться узлами на Тера 2.0 со всем миром. Да, и то есть, это еще раз говорит о том, что Луна Классик, она будет спекулировать на самом деле только ценой и ничем больше. И таким образом, недостаточно объема для поддержания цены токена и реночной капитализации Луна Классик. Поэтому Луна Классик вполне может уйти в небытие, на ее место придет Луна 2.0, то есть, конечно же, есть моралисты, которые говорят, а как ты можешь говорить, потому что многие, конечно же, суицид сделали из-за того, что Луна там сосканилась и так далее. Но дело вот в чем сейчас, что меня привлекает в данном токене, то, что над этим проектом работает, это во-первых. Во-вторых, то есть, я не был холдером данного проекта и так как сейчас у бывших инвесторов и у тех, кто слышал про Луну отвращение, то есть, если бы у меня был индикатор, то я бы показал там отвращение на самом деле 99.100. То есть, никто сюда не хочет вкидывать деньги. Но, тем не менее, здесь экосистема развивается. Во-вторых, да, и в-третьих, мы видим, что здесь предложение 127 миллионов, да, не 7 триллионов и так далее. И мы видим, что там всего, да, это 1 миллиард токенов, да. И, тем не менее, данные токены, конечно, они там будут разлачиваться и так далее, там подобное. Но, тем не менее, цена будет еще спекулятивно расти и у нее есть шанс, на самом деле, даже вырасти там в район, но в ближайшей перспективе это 10 долларов. То есть, это та цена, откуда, собственно, Луна и пришла. И если мы будем смотреть по Market Cap, да, то у нас здесь довольно-таки интересно, что он показывает. Что, в принципе, цена, вернее, капитализация там была 300 миллионов долларов, сейчас 270 миллионов долларов, да. Но, тем не менее, капитализация, на самом деле, при старте была около миллиарда долларов. Это именно та капитализация, которая была задействована, кстати, в Луно-Классике. То есть, в Луно-Классике, если мы посмотрим, то вот недавно эти деньги были задействованы для ПАМПа непосредственно в данном проекте. И он дал уже 400% своим инвесторам. То есть, здесь мы можем с вами зайти в Market Cap, соответственно, зайти в месячный график. И вот, пожалуйста, вот этот миллиард, да. И, естественно, этот миллиард, что сейчас эти токены, конечно же, распродали хомякам и продолжают это делать. Цена будет неуклонно идти вниз, так как, в принципе, над проектом не работает. А вот, соответственно, деньги будут переливаться, конечно же, в Луну, да. То есть, нужно еще учитывать, что данный проект, он добавляется и продолжает добавляться в крипто-кошельки, да, и на новые биржи листится. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у бирж, у маркетмейкеров есть, конечно же, соответственно, планы на данный проект. И если бы он никому не нужен был, то, естественно, никто его бы и не листил и так далее. Ну, мы видим, что он торгуется и довольно-таки, хоть и ликвидность слабая, но это из-за того, что, в принципе, цена сейчас стоит на месте. И еще стоит заметить, что по графику у нас цена стоит на месте. И это очень хорошо. Это говорит о том, что потенциально здесь вполне себе набирается крупная позиция и скоро монета будет выдвигаться потихоньку наверх. За счет рабочих продуктов, за счет вот полной эмиграции, за счет всего этого уже монета будет себя показывать. И поэтому я считаю, что точка для входа сейчас вполне, в принципе, обословлена. Но, опять-таки, ранее я отмечал, что там цена доллара была бы супер для меня, да, но скорее всего уже не дождемся, потому что токен, в принципе, показывает все признаки, то, что он нашел дно. Здесь у нас были, кстати, и повышенные объемы. И, в принципе, мы можем сказать, что действительно токен вполне себе может задать жару. По поводу USDC меня спрашивают, да, то есть по вот этому стейблкоину якобы, да, бывшему. Мы можем сказать то, что действительно уже там никакого доллара не будет, да. Скорее всего, этот проект уже, в принципе, сейчас за счет пампа в несколько иксов, опять-таки, осядет куда-то глубоко на дно. А скорее здесь будут какие-то отскоки, если будет агрессивное падение. Но каких-то перспектив я у этого проекта не вижу. А вот по Луне, в принципе, есть где разыграться и, в принципе, подпитывает все это то, что люди не верят. Когда люди не верят, тогда стоит покупать. Поэтому, в принципе, я жду пампа от Луны, жду не супер космических чисел. Жду для начала там 5 долларов в ближайшей перспективе. Если повезет там, то 10 долларов, в принципе, Луна сходит. Ну, опять-таки, здесь стоит отметить, что набор позиций скорее всего продлится какое-то время, да. Но, опять-таки, будет Луна пампиться за счет там не того, что Биткоин падает или растет. Потому что мы видим, что цена особо, кстати, на Биткоин и его падение не реагирует. А скорее будет спекулятивно. Даже, возможно, Луна пойдет против рынка, когда весь рынок будет обваливаться. И, в принципе, вот в этом весь и прикол. Поэтому такие дела. Всем до встречи, пока и до встречи.